Курск Курск считался непотопляемым Сейчас мы выясним, что же в действительности отправило современную атомную подводную лодку на дно Баренцева моря Катастрофы случаются не просто так Они являются результатом цепочки критических событий Разъяснение загадок и обратный отсчет времени в последних секундах перед катастрофой Кошмар российской атомной подводной лодки Север Европы Россия 10 августа 2000 года Военные порты Кольского полуострова гудят от подготовки к крупнейшим с момента падения коммунистического режима учением российского военно-морского флота Участвовать будут более 30 судов включая 6 подводных лодок Для нации, переживающей тягостные времена это станет демонстрацией силы Гражданская война в Чечне приняла новый угрожающий оборот По России прокатилась волна нападений подрывников самоубийц Вся страна в нетерпении И цель этих учений восстановить веру в мощь федерации 9 часов вечера Подводная лодка «Курск» проходит последние технические проверки в засекреченном военном порту Западной Листы Созданная для нападения на боевые группы американских авианесущих кораблей подводная лодка является современнейшим достижением российской обороны Подводная лодка оснащена двумя ядерными реакторами Ее длина составляет 150 метров Высота сравнима с шестиэтажным зданием По размерам она почти в два раза превосходит реактивный лайнер Уникальный корпус с двойной обшивкой 9 водонепроницаемых отсеков «Курска» означают, что подводная лодка может принять прямое попадание торпеды и уцелеть Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников выкуривает последнюю сигарету прежде чем подняться на бот «Курска» Сегодня Дмитрию 27 лет Он скучает по своей молодой жене Ольга и Дмитрий поженились всего 4 месяца назад В апреле 2000 года И свадьба, соответственно, свадьба у нас была очень скромная Вскоре после свадьбы Дмитрий показал своей жене Курск Он хотел, чтобы Ольга испытала такую же уверенность в подводной лодке, какую испытывал он Я не ожидала, что подводная лодка может быть такой огромной Экскурсия началась с торпедного отсека Рядом с ним командный центр Ближе к кормовой части лодки Дмитрий показывает Ольге центр управления грибной установкой В котором он является командиром Затем она оказывается в более необычных специально оборудованных местах Курска Сауне и плавательном бассейне Ольга видит, почему Дмитрий так счастлив на Курске Что она имеет право быть любимой Подводная лодка имеет два спасательных люка и спасательную гондолу с движительным комплексом Достаточно большую, чтобы эвакуировать всю команду за один раз Ольга удовлетворена тем, что Дмитрий находится на борту одной из самых безопасных в истории морского флота подводных лодок В 9.30 вечера Дмитрий присоединяется к товарищам по команде Хотя их задачей будут пятидневные учения, Курска и его команда всегда готовы к настоящему сражению Подводная лодка изобилует оружием На лодке находятся 24 крылатые ракеты в шахтных пусковых установках по обе стороны Киля Носовая часть Курска является его торпедным отсеком Там расположено 6 торпедных аппаратов и есть место для 24 торпед Членом команды является Мамед Гаджиев, торпедист, задачей которого является наблюдение за экспериментальным торпедным вооружением Гаджиев родом из Дагестана, граничащего с беспокойным чеченским регионом В 10.30 вечера, в полумраке летнего арктического вечера, Курск выходит в море Пятница, 11 августа В Баренцевом море, в 140 километрах от берега, учение военно-морского флота в полном разгаре Курск будет принимать участие в ложной атаке на русские корабли, изображающие американские Командир подводной лодки капитан Геннадий Лиачин Дерзкое порождение советской системы, один из наиболее опытных людей военно-морского флота Два часа дня Команда готовится к выпуску крылатой ракеты Их цель — Петр Великий, флагманское судно Северного флота В располагающем недостаточными средствами российском военно-морском флоте Выпуск боевых крылатых ракет — дело необычное Люди нервничают Они знают, что у России существует секретная история аварийных происшествий При использовании такого оружия В 1989 году в подводной лодке «Комсомолец» в ракетной пусковой шахте воспламенился горючий материал Аварийный выброс переместил подводную лодку на поверхность, но ее атомные реакторы были выключены Пламя уничтожило беспомощную, без энергоснабжения подводную лодку И она затонула, погубив 41 моряка Когда крылатая ракета благополучно выпущена, Курск вновь исчезает в океане Он может оставаться незаметным в толще воды, по сути, бесконечно, благодаря своему атомному сердцу Работу реакторов контролирует Алексей Митяев Это его первое задание на Курске Но, несмотря на недостаток опыта, Алексей хорошо осведомлен о своих грозных обязанностях При малейшем признаке аварии он должен будет изолироваться в своем отсеке и разделить судьбу реакторов Суббота, 12 августа День 2 Курск готов начать заключительную стадию своего задания Он выпустит две учебные торпеды в боевую группу противника Сейчас 11 часов утра Командир дает приказ подготовить торпедный аппарат номер 4 к запуску Среди членов команды царит оживление Курск не выпускал торпеду около двух лет Ширина учебной торпеды 65 сантиметров, длина 11 метров, а вес 4,5 тонны Команда называет эти большие торпеды толстушками Как и у всех учебных торпед, в их передней части нет боеголовок, только груз, уравновешивающий снаряд 11.08 утра Командир решил произвести атаку, когда подводная лодка будет находиться близко к поверхности Он ищет вражеские корабли и отмечает находящуюся в отдалении цель Убедившись, что это Петр Великий, он может перейти к выполнению плана Одиночный сигнал гидролокатора, расстояние до цели Он приказывает задействовать гидролокатор, чтобы вычислить расстояние до цели Во время прохождения территории учений боевая группа будет обстрелена шестью подводными лодками Курск второй по очереди, 11.17 Командир отдает приказ снизить скорость до шести узлов Инструкции передаются в кормовую часть подводной лодки, где в центре управления грибной установкой Дмитрий Колесников знает, что такая низкая скорость означает, что командир готовится отдать приказ выпустить торпеду 11.20 Толстушка, наконец, перемещена в нужное положение Когда за торпедой закрывается заслонка, между торпедой и системой наблюдения устанавливается электрическое соединение Сейчас 11.27, 30 секунд Командир в последний раз смотрит в перископ Курск готов к выпуску первой торпеды по боевой группе противника Взрыв Ударная волна проникает в командный пункт Команду швырнуло на пол Помещение заполняет ядовитый дым Сейчас Курск балансирует на острие ножа Имеющие на борту примерно 100 тонн взрывчатки, 24 крылатые ракеты и два атомных реактора подводную лодку Курск от атомной катастрофы отделяют несколько секунд Взрыв разносит торпедный отсек гигантской русской подводной лодки Курск Взрывная волна дается по всей длине лодки Несмотря на серьезные ранения, капитан знает, что единственная возможность спасти корабль Как можно скорее всплыть на поверхность Он приказывает команде выполнять аварийный выброс Аварийный выброс Но ответить некому В 70 метрах от эпицентра взрыва в помещении управления реактором в ход идут навыки Алексея Его первый порыв — проверить, повреждены ли реакторы Новичок-подводник быстро понимает, что оба реакторы работают нормально Пока Алексей знает, что реакторы отделены от корпуса судна мощными поглощающими установками и могут выдержать 50-кратную перегрузку Но если огромный арсенал Курска взорвется Поглощающие установки окажутся бесполезными Курск может стать крупнейшей грязной бомбой в истории Алексей закрывается в своем отсеке Он отчаянно пытается связаться с командным пунктом, но ответа нет Воздух в командном пункте стал горячим и ядовитым Командир и большинство людей погибли Не получив инструкции от командира, Алексей заставляет себя выключить реакторы 11.30 Через 135 секунд после первого взрыва еще одна взрывная волна прокатилась в носовой части Курска Алексей принимает решение Но неужели уже поздно? Стержни автоматического регулирования реактора заклинило в активной зоне И ядерные реакторы выключились Дмитрий и его люди лежат там, где упали И ждут неминуемого столкновения с морским дном С момента взрыва прошло 40 секунд В 40 километрах оттуда адмирал Попов, командир Северного флота На борту Петра Великого наблюдает за торпедными учениями Корабль сотрясает мощная ударная волна Гидроакустик-лейтенант Лавренюк фиксирует местонахождение источника взрывной волны 11.31 Дмитрий Колесников и его товарищи по команде удивлены тем, что они живы Но могут ли реакторы все же взорваться? Дмитрий немедленно спрашивает о состоянии реакторов К своему облегчению он узнает, что они благополучно выключены Атомная угроза миновала Но Дмитрий знает, что ему и его людям теперь предстоит отчаянная борьба за выживание Хотя ему всего 27 лет, Дмитрий Колесников принимает командование на себя По степени повреждений люди знают, что они не смогут добраться до спасательной капсулы, находящейся у киля лодки Единственный способ выбраться для них — через задний спасательный люк в кормовой части подводной лодки 13.15 На борту Петра Великого адмирал Попов осознает, что учения приняли неожиданный поворот Пять из шести подводных лодок доложили об успешном выполнении задания, только Курск молчит Адмирал Попов решает, что причины поднимать тревогу нет Пока. Курск ведь непотопляемый 13.30 С момента взрывов прошло два часа Моряк выступает специальный шифр, который поможет спасателям установить их местонахождение Тем временем Дмитрий Колесников велит людям выкрикнуть свои имена И тщательно записывает их Он начинает фиксировать события, которые привели людей в девятый отсек 23.30 Через 12 часов после того, как Курск был вспород двумя взрывами, российский флот наконец объявляет тревогу Начинаются полномасштабные поиски и спасательные операции По тревоге поднят спасательный отряд подводных лодок ВМФ На Петре Великом гидроакустик устанавливает место расположения подводного взрыва, зафиксированного им этим утром Найти Курск будет нелегко Его наружный корпус покрыт слоем резины толщиной в 6,5 см Обшивка поглощает сигналы гидролокатора, практически не позволяя обнаружить подводную лодку В 4.30 утра после пятичасовых поисков Курск наконец обнаружен гидроакустиком Петра Великого Понедельник, 14 августа По всей России распространяются новости о катастрофе на подводной лодке Россия располагает двумя современными разведывательными подводными лодками Которые могут оказать важную поддержку спасательному отряду Но их помощь недоступна В тот момент они находились в частном найме у обломков «Титаника» в 5,5 тысячах километров от Курска Вместо них операцию будут осуществлять три оставшиеся спасательные подводные лодки Но за долгие годы небрежного отношения их состояние плачевно, а их команды редко проходили тренировки Тем не менее батискафы пытаются состыковаться с Курском Но ни один из них не может осуществить водонепроницаемую стыковку с задним спасательным люком Попытка российского флота спасти людей потерпела полную неудачу Теперь весь мир следит за событиями в Баренцевом море С ростом международного давления русские просят объединенные силы Норвегии и Британии об организации спасательной миссии В 7.45 утра в понедельник 21 августа через 9 дней после потопления Водолазы наконец смогли открыть задний спасательный люк Курска Но когда они открывают нижний люк, обнаруживают, что подводная лодка затоплена Все 118 человек мертвы Первым найдено тело Дмитрия Колесникова В его кармане обнаружена записка Она содержит список фамилий 23 человек, переживших взрыв и погибших в 9 отсеке В записке он прощается с женой Олечка, я тебя люблю Не переживай сильно Галине Васильевне привет, моим привет Митя 12 августа, 15 часов 15 минут Отчаиваться не надо Колесников Но как мог непотопляемый Курск оказаться так сильно поврежденным Какая критическая ситуация могла возникнуть столь быстро, что команда не успела поднять подводную лодку на поверхность моря И почему никому не удалось спастись Сейчас, ретроспективно восстановив события того дня и углубившись в расследование Мы можем узнать, что же в действительности произошло с Курском и его командой Сложная компьютерная имитация приведет нас туда, куда не может добраться камера в самое сердце зоны катастрофы Фиаско попыток российских спасателей потрясло мир Но реакция тех, кто знаком с методами работы России, была достаточно разной Я очень злился Мне знакомы отношения российской армии, всегда пытающиеся защитить свой облик В 2000 году лорд Траскотт был специальным советником британского правительства по вопросам связи с Российской Федерацией Женатый на русской, он имеет серьезные связи и в России, и на Западе Траскотт видит, что российский ВМФ выглядит некомпетентным и уязвимым, и ожидает худшего Я думал, что им было необходимо провести комплекс мер по обеспечению секретности Официальное российское расследование начинается в строгом секрете И лорд Траскотт знает, что шансов на то, что обнаруженные данные будут обнародованы, мало Он решает начать свое собственное расследование, но знает, что это будет очень нелегко Если вы отправитесь к российским военным и скажете, расскажите мне, что именно произошло с вашей атомной подводной лодкой Они отнесутся к вам, как к пустому месту Фактически существует опасность того, что вас могут обвинить в шпионаже Используя свои исключительные контакты, Траскотт начинает отсеивать крупицы информации, которые он может обнаружить Я рассматривал все возникавшие теории и занимался, занимался каждый Чеченское агентство новостей сделало пугающее заявление о том, что член экипажа взорвал Курск в знак поддержки мусульманских боевиков в Чечне В Чечне убивали российских солдат Люди думали о чеченском терроризме Когда Курск затонул, люди думали, что, возможно, это стало результатом нападения террористов Но кто имел доступ в носовую часть подводной лодки? И кто мог быть заинтересован в том, чтобы установить бомбу? На борту лодки было два человека из мусульманских регионов России И один из них имел доступ в торпедный отсек Личность Мамеда Гаджиева подвергается пристальному вниманию Траскотт узнает, что Гаджиев добровольно вызвался осуществлять наблюдение за торпедным вооружением Так он стал работать в носовой части подводной лодки Мог ли Гаджиев быть подрывником-самоубийцем? Траскотт использует свои важные связи, чтобы проверить его Эти люди работали с секретным оружием Когда я изучил дело Мамеда Гаджиева, узнал, что он был верным солдатом ВМФ Причин считать, что это было организованное террористическое нападение не было Ясно, что присутствие Гаджиева на Курске использовали для дешевой пропаганды Терроризм исключен Но тайна не приблизилась к разгадке Затем ВМФ выдвигает другую теорию о том, что потопило Курск Столкновение с иностранной подводной лодкой Они знают, что на момент исчезновения Курска корабли Северного флота были в Баренцевом море не единственными По крайней мере, две подводные лодки НАТО наблюдали за учениями русских Траскотт узнает, что эта игра в кошки-мышки периодически заканчивается непреднамеренными подводными столкновениями С 1967 года российский ВМФ зафиксировал 25 случаев столкновений подводных лодок Осведомленные люди, с которыми общался Траскотт, сообщают ему о том, что даже британский флот считает, что Курск затонул из-за столкновения В первую очередь они подумали, что Курск столкнулся в Баренцевом море с американской подводной лодкой и пошел ко дну Но серьезных доказательств этому нет Затем российский ВМФ публикует фотографию, сделанную со спутника Изображение подводной лодки США Ус-Мемфис в военном порту Норвегии Снимок был сделан всего через 7 дней после того, как затонул Курск Для русских это является доказательством того, что подводная лодка была повреждена Американцы категорически отрицают то, что Мемфис участвовал в каком-либо столкновении Суда США не были замешаны в этом происшествии Российский ВМФ так легко не отступает Они созывают пресс-конференцию и показывают видеозапись того, что напоминает большую пробоину на Баку-Курска Они настаивают на том, что материал является доказательством столкновения Виноват, если не Мемфис, то другая подводная лодка, возможно, британская Курск становится щекотливой политической темой Британское министерство обороны считает своим долгом рассмотреть теорию о столкновении Если в этом винят подводные лодки НАТО, они должны знать правду Они получают небольшую передышку, когда норвежская сейсмическая лаборатория заявляет, что установила аномальную сейсмическую активность в Баренцевом море приблизительно в момент исчезновения Курска Может ли этот отзвук в смертельной агонии Курска содержать доказательство столкновения? Британское правительство получает эти важные данные и отправляет их эксперту-сейсмологу Дэвиду Бауэрсу Значение информации, содержащейся в этих сейсмограммах, очень велико Бауэрс сравнивает очертания зафиксированного явления с базой данных других сейсмических сигналов Они не совпадают с характерными следами землетрясения или столкновения Они полностью совпадают с данными об известных подводных взрывах Взрыв был очень мощным Примерно 5 тонн в эквиваленте ТНТ Бауэрс продолжает изучать сейсмограмму Он двигается назад во времени На 135 секунд ранее он обнаруживает след другой сейсмической активности Практически незаметный из-за фоновых шумов Он в 100 раз меньше, чем второе явление Но все же достаточно мощный, чтобы его приняли на расстоянии в 400 километров Возможно ли, что российский ВМФ оказался прав? Возможно ли, что эта сейсмотрасса отображает столкновение Каким-то образом повлекшее за собой второй мощный взрыв? Бауэрс анализирует очертания первого явления Когда он увеличивает его в размерах, чтобы сравнить со вторым, более крупным явлением Обнаруживает доказательства, которые искал Когда мы сравнили сигналы второго и первого явлений, обнаружили, что они удивительно схожи Мы предположили, что первый сигнал тоже был результатом подводного взрыва Продолжительность первого взрыва — сотая доля секунды Приблизительно 50 килограммов У Бауэрса не остается сомнений в том, что обе сейсмические аномалии являются результатом подводных взрывов НАТО вне подозрений Приверженцы жесткой линии из российского ВМФ вынуждены признать, что причиной катастрофы на Курске стало неподводное столкновение Перед следственной группой встала необходимость объяснения двух взрывов, констатированных Бауэрсом Мы знали, что было два взрыва Но разочарование внушало то, что вещественные доказательства этого лежали на дне Баренцева моря вне досягаемости Так как политические последствия случившейся катастрофы усиливались, президент Путин поручил осуществить радикальный план по спасению подводной лодки Курск будет поднят со дна моря Это станет одной из наиболее грандиозных в истории морских операций по подъему судна Но позволит ли это следственной группе сделать необходимое открытие? Путин выделяет на осуществление этой задачи 130 миллионов долларов Эта сумма превышает годовой бюджет всего Северного подводного флота Но безопасно ли поднимать Курск? Два ядерных реактора, находившихся среди обломков подводной лодки, едва не взорвались Могут ли они быть повреждены? При осмотре обнаружилось, что уровень радиации в норме Но следственная группа решает провести устрашающую дополнительную проверку Водолазы извлекают тела из отсеков, расположенных рядом с реактором Скелеты моряков сильно повреждены Это может быть лишь результатом мощного сотрясения в 50 раз превышающего нормальную силу тяжести Траскотт знает, что это открытие очень важно Реакторы тоже могли пострадать при сотрясении Это было ужасающе, страшно Это явно выходит за рамки параметров конструкции реакторов Поглощающие аппараты реакторов были созданы таким образом, чтобы выдержать 50-кратную перегрузку Второй взрыв едва не превзошел эти показатели по мощности Устрашающая правда состоит в том, что Курск был на грани атомной катастрофы Но осмотр подтвердил, что сейчас состояние реакторов стабильно Команда, выполнявшая водолазно-спасательные работы, отрезала раздробленный торпедный отсек Курска Боясь, что при перемещении он может развалиться И медленно подняла оставшуюся часть подводной лодки на поверхность Через 14 месяцев после затопления Курск прибыл в секретный военный порт на Кольском полуострове Следственной группе потребовалось 4 дня, чтобы осторожно осушить его, не повредив имеющиеся доказательства Проводившие следствие специалисты начали работу над обломками огромного судна Первой задачей было установить причину окружавших их разрушений Они быстро выяснили, что все крылатые ракеты целы, поэтому внимание обратили на торпедный арсенал Курска Хотя торпедный отсек был оставлен на морском дне, анализируя распределение повреждений по останкам корабля Они пришли к заключению, что 5-7 торпед взорвались фактически одновременно Это соответствует 4,5 тоннам взрывчатого вещества, указанным в сейсмических данных Траскот уверен в том, что причина второго взрыва установлена Но что привело к взрыву арсенала Курска? Разгадка должна находиться в искореженных частях подводной лодки Следственная группа установила, что передняя часть корпуса судна была сожжена Его содержимое изжарилось в пламени, температура которого достигала 2000 градусов Цельсия Температура доменной печи При подробном анализе было обнаружено, что это пламя бушевало до того, как взорвался торпедный арсенал Траскот понимает, что сейсмические данные уже обнаружили вероятный источник этого пламени Первый маленький взрыв Установить причину начального взрыва — важная задача расследования Но поскольку останки носовой части подводной лодки были брошены на дне моря Траскот сомневается, что решающие доказательства будут собраны Как можно разгадать все это, когда торпедный отсек был разнесен на куски и разбросан по морскому дну? Расследование столкнулось с проблемами Траскоту необходима помощь специалистов Поэтому он связывается с Игорем Курдиным Бывший командир российской подводной лодки Курдин хорошо знаком с ее устройством Эти знания и необходимы расследованию Курдин мгновенно выдвигает подходящую причину первого взрыва Одна из гигантских аккумуляторных батарей аварийного питания Курска Первый взрыв — это взрыв аккумуляторной батареи Достаточно часто на подводных лодках происходят взрывы аккумуляторных батарей Это взрыв водород К сожалению, это бывает Около сотни таких батарей весом в одну тонну расположены на нижнем уровне первого отсека под торпедным арсеналом Они обеспечивают аварийное энергоснабжение, если реакторы выключаются И работают как автомобильный аккумулятор Заряжаясь, они выделяют водород При утечке из аккумулятора возможен взрыв Эти аккумуляторные батареи представляют потенциальную угрозу для любой подводной лодки Но события опережают выдвинутую Курдиным теорию об аккумуляторных батареях Зрелищное открытие на дне моря направляет расследование в новые русла Часть обломка корпуса лодки, место установки четвертого торпедного аппарата Обнаружено в 50 метрах за главным местонахождением обломков Поскольку эта часть корпуса подводной лодки была найдена в таком странном месте Вдалеке от других обломков Следовало принять, что она была оторвана от подводной лодки первой Ее положение на Курске позволяло установить место, где произошел взрыв Это была сенсационная находка, поскольку она доказывала, что торпеда в четвертом пусковом аппарате взорвалась первой Единственный вопрос, какая именно часть торпеды взорвалась Траскад знает, что самая вероятная для взрыва деталь торпеды — это боеголовка Но он узнает, что Курск собирался выпустить учебную торпеду, на ней боеголовки нет Значит, причиной стала другая часть торпеды Информаторы сообщают ему, что когда торпеды запущены, они могут двигаться несколько километров, прежде чем достигнут цели Это означает, что их пропульсивные установки часто мощнее самой боеголовки Траскад изучает детали пропульсивной установки учебной торпеды Турбина, проталкивающая торпеду через толщу воды, получает энергию от сгорающего керосина Но под водой, где нет воздуха, кислород, который должен реагировать с горючим, сохраняется в виде концентрированного пероксида водорода — HTP На бумаге эта пропульсивная установка эффективна и надежна Но Траскаду говорили, что HTP обладает проблемными свойствами Его поставили в известность о том, что когда определенные металлы или даже ржавчина оказываются в контакте с HTP, они действуют как катализаторы Пероксид водорода распадается на кислород и пар, выделяя много тепла Объем газа за долю секунды возрастает в 5000 раз В торпеде эта мощь может оказаться смертоносной Я был поражен, узнав, что торпеды HTP чрезвычайно опасны, особенно при неправильном обращении Траскад выявляют серию аварийных ситуаций на флоте, связанных с HTP Самую печальную славу имеет случай, произошедший в 1955 году на британской подводной лодке HMS Seedon В то время, когда заряжались орудия, одна из новых торпед HTP взорвалась в пусковой трубе, были убиты 13 человек Случившееся на HMS Seedon послужило уроком Флот должен отказаться от торпед HTP Этот урок усвоили все, кроме Советского Союза Мог ли Курск очередной раз стать жертвой этой химической бомбы замедленного действия? Игорь Курдин изучает вероятность того, что пропульсивная установка HTP может являться причиной катастрофы на Курске Он начинает вычислять вероятную взрывную мощь пропульсивной установки Результат эквивалент в 100 килограммов TNT Приблизительно та же масса, которая прописывалась в сейсмотрассе первому взрыву После сравнения цифр, то, что к катастрофе была вызвана HTP, кажется вероятным Но Курдин сознает, что все торпеды HTP снабжены защитными средствами, чтобы не допустить возникновения опасного давления внутри торпеды Могли ли системы безопасности торпеды быть повреждены? Курдин использует свои связи, чтобы получить документацию по техническому обслуживанию учебных торпед Курска То, что он обнаружил, шокировало опытного командира Торпеда поступила из партии из 10 штук, изготовленных в 1990 году Шесть из них были немедленно забракованы из-за дефектных сварочных швов Ему говорили, что сварочные швы учебных торпед никогда не проверялись Считалось, что в этом нет необходимости, поскольку на них нет боеголовок Игорь Курдин вынужден сделать заключение о том, что некачественная сварка допустила утечку HTP из учебной торпеды Последствия были ужасающими Но где доказательства? Кропотливые поиски среди тысяч металлических обломков Курска в конце концов оправдались Были обнаружены искореженные, подвергшиеся высокому температурному воздействию части торпеды и пусковой трубки Это возможно соотнести со взрывом, произошедшим в средней части торпеды в месте некачественной сварки Но тщательная разработка теории, связанной с HTP, способствовала возникновению новых вопросов, а не получению ответов на них Во-первых, Траскотт знал, что пусковые торпедные трубки разработаны с учетом отказа устойчивости Внутренняя заслонка в три раза прочнее внешней Поэтому взрыв, произошедший внутри трубки, должен был быть направлен в море, а не внутрь подводной лодки Вторая проблема состояла в том, что сравнительно небольшой взрыв HTP не мог пробить переборку, отделявшую командный пункт от торпедного отсека Это было непонятно Удар взрывной волны ударил по людям, которые были во втором отсеке Единственный способ разрешить эти парадоксы — вновь осмотреть ржавеющий корпус Курска Изнуренная следственная группа в конце концов обнаружила внутреннюю заслонку пусковой трубки Она была вдавлена в первую переборку В 12 метрах от того места, где должна была находиться При изучении заслонки было обнаружено, что хотя в момент взрыва она была закрыта Ее прилегание было неполным, что сказалось на мощности Благодаря многолетнему опыту Курдин понял, почему заслонка могла быть не закрыта Электрический контакт между торпедой и заслонкой пусковой трубки часто покрывается пылью Команде часто приходится по несколько раз открывать заслонку пусковой трубки, чтобы очистить контакт, прежде чем завершить проверку системы Курдин думает, что это то, что на момент взрыва торпеды из-за реакции HTP заслонка пусковой трубки была закрыта не полностью Было чистым невезением Расследование сталкивается с одной крупной проблемой Как этот небольшой взрыв смог уничтожить командный пункт, сделав Курск беспомощным? Было ясно, что торпеда HTP являлась причиной первого взрыва Вопрос состоял в том, почему он оказался настолько мощным, чтобы уничтожить командный пункт и не дать Курску возможность спастись Но осуществление аварийного выброса требуется всего несколько секунд Но не были предприняты даже простейшие аварийные меры Это действительно приводило в недоумение Разгадка этой тайны ударной волной прошлась бы по российскому флоту И в конце концов пролила бы свет на ужасную судьбу Дмитрия и его 22 товарищей Некачественная сварка привела к взрыву торпеды в переднем отсеке Курска Переборка должна была сдержать ударную волну Но этого не произошло Траскотт вновь посоветовался с экспертом-подводником Игорем Курдиным Курдин знает, что переборка, отделяющая первые два отсека, должна была быть достаточно прочной, чтобы сдержать первый взрыв в торпедном отсеке Он начинает искать вероятные слабые места в конструкции носовой части подводной лодки Под его подозрением вскоре оказывается вентиляционная система Он замечает, что вентиляционная труба способствует циркуляции воздуха в первых четырех отсеках Вентиляционная труба диаметром в 40 см проходит сквозь укрепленные переборки, но сама изготовлена из легкого сплава Это обычная вентиляционная труба, как в доме или в офисе Когда произошел взрыв, вентиляционную трубу мгновенно разорвало Волна давления первого взрыва просто прошла по этим трубам и взорвалась в командном пункте, уничтожив сеть воздуховода и переправив пламя и дым в отсек Прежде чем они успели нажать кнопку тревоги, они были охвачены дымом и пламенем, полное истребление Лорд Траскот теперь может восстановить цепь событий, в результате которых российская суперподводная лодка и её экипаж оказались на грани катастрофы 12 августа 2000 года До катастрофы 5 минут и 30 секунд Курск готовится выпустить учебную торпеду по Петру Великому Пока командир осуществляет маневрирование, в носовой части Курска из торпеды происходит утечка HTP в пусковую трубку Образуется лужа HTP Торпедисты открывают пусковую трубку, чтобы очистить электрический контакт До катастрофы 135 секунд Жидкость соприкасается с пятном ржавчины и мгновенно увеличивается в объеме в 5000 раз Скачок давления разрывает оболочку торпеды и раскалывает емкость с керосином Перегретый пар воспламеняет керосин, сгорающий в чистом кислороде Огненный шар заполняет торпедный отсек, мгновенно убивая людей Взрывная волна прорывается через вентиляционную трубу в командный пункт Морская вода хлынула внутрь через пусковую трубу Курск начинает опускаться на дно 21 торпеда жарится в пламени, подпитываемом 500 килограммами керосина Когда внутренняя температура боеголовок достигает 400 градусов Цельсия Они начинают самопроизвольно взрываться 11, 30 и 15 секунд Катастрофа Менее чем за пятую долю секунды взрываются 7 торпед Взрывная волна со сверхзвуковой скоростью пробивает водоупорные переборки Курска и мчится к атомным реакторам Но поглощающие устройства реакторов и переборки смягчают 50-кратное ускорение ударной волны Тяги управления заклинивают в активной зоне реактора, останавливая ядерные цепные реакции Тем временем в носовой части подводной лодки герметизированный корпус подвергается непосильному воздействию Трубка из 5-сантиметровой стали взрывается Вода врывается в подводную лодку через 70-метровую дыру Всего через несколько минут после первого взрыва Гордость российского флота уже лежит в обломках на илистом дне Баренцева моря Могила – 118 человек После извлечения тел патологоанатомы делают заключение, что смерть большинства моряков была быстрой Но 23 человека в кормовой части подводной лодки цеплялись за жизнь в течение 8 часов после взрывов Игорь Курдин использует свой многолетний опыт, чтобы воссоздать их ужасную борьбу за выживание Люди находились всего в 108 метрах от поверхности воды Их обучали всплывать с такой глубины в спасательных костюмах через люк, один за другим Но это опасно Хотя бы один корабль Выходить в открытое море, вас выбросить наверх, кругом волны, в Ансунии, в открытый океан Они терялись, они замерзали и пропадали без вести Они ждали, пока в районе местонахождения подводной лодки окажется корабль У моряков много пищи и еды В отсеке достаточно воздуха, чтобы продержаться несколько дней, если они будут осторожны Но при дыхании людей всякий раз выдыхают углекислый газ Даже при низком содержании этот ядовитый газ может убить Для нейтрализации этой угрозы подводная лодка оснащена воздухоочистительными установками Химическими пластинами, разработанными для того, чтобы очищать воздух от СО2 В сгущающейся атмосфере моряки вешают воздухоочистительные устройства на трубы Курдин обнаружил, что трагическая судьба моряков связана с этими устройствами, призванными спасать жизни В отчете следственной группы описано доказательство пожара в девятом отсеке Среди обгоревших обломков были найдены контейнеры воздухоочистительных приспособлений Курдин знает, что при контакте с маслом или водой эти контейнеры вызывают химическое воспламенение Складывается устрашающая картина последних моментов жизни моряков Люди вешают другой контейнер, но в темноте и холоде они становятся неловкими Контейнер падает в маслянистую воду Из-за химической реакции возникает пожар С одной стороны, я горжусь Митей Потому что при таких ужасных обстоятельствах Митя смог собраться и не потерять самообладание и контроль над другими Но с другой стороны, это адская смерть Если приходит время умирать, пусть лучше уж смерть будет мгновенной С другой стороны, я думаю, что... Осознав произошедшую катастрофу, военно-морской флот снимает все торпеды HTP с вооружения российских подводных лодок Но официальные отчеты никого конкретно не обвиняют Никто никогда точно не узнает, принял ли специалист Алексей Митяев решение выключить реакторы Если он сделал это, то, возможно, его героический поступок предотвратил еще один Чернобыль Большая часть тел моряков была передана их семьям по всей России Чтобы почтить их память, в Санкт-Петербурге создан мемориал Катастрофу Курска часто воспринимают как метафору распада Советского Союза Но я воспринимаю отвагу российского экипажа как символ надежды на будущее России Субтитры создавал DimaTorzok